всем привет и с вами вновь павел николаев и я рад вас приветствовать на нашем канале sargast сегодня я хочу вам рассказать об обновлении нашего шоу-рума в нашем шоу-руме есть зона домашнего кинотеатра как раз за мной и я сегодня расскажу про те световые решения и те решения по управлению светом которые мы применили самое главное что мы сделали это мы обновили нишу для домашнего кинотеатра где размещается телевизор акустические колонки а также тумбочка ну для техники ауди видео наш друг товарищ владимир чувашов он очень быстро то есть прямо сразу понял что нам надо то есть нам нужно было что такое интересное как-то он сразу это все понял предложил и предложил нам ее оформить предложил сделать задник на котором будет закреплен наш телевизор наш дизайнерский телевизор из латуни а всю вот эту зону стены и вокруг сделать из жженого дуба ну в общем то мы и сделали кстати посмотрите сейчас здесь появятся фотографии из дизайн проекта который он быстренько нам накидал он кстати владимир подобрал все материалы все сделать четко нам осталось только проконтролировать выполнение работ он предложил выполнить заднюю панель на которую установили телевизор из латуни а нишу стены вокруг нее выполнить из обожженного дуба что мы сделали и так вот эта зона здесь первое что бросается в глаза это дизайнерский телевизор от наших партнеров телеарт он выполнил в черном стекле отделом латунью он идеально вписался в общую атмосферу выполнен он превосходно обработка на высшем уровне все стыки соединения идеальны это действительно украшение интерьера этот красавчик смонтирован на кронштейне и мы можем его двигать изменять угол наклона и поворот основанием служит стена покрытая латунными пластинами вот такой хитрый рисунок они смогли сделать латунь благодарно реагирует на изменение цветовой температуры д цвета вообще с помощью приложения к саби обратите внимание мы уменьшаем цветовую температуру значения вот это будет 1800 кельвинов прям горит огнем и увеличиваем до 6000 кельвинов совсем другой вид здесь мы используем светильник форма lighting от итальянского бренда вообще крутого ну а в нашем случае задней поверхностью мы там использовали светодиодные ленты or light у них диапазон конечно не такой широкий как у форма lighting но тем не менее имеет смысл но посмотрите как кайфово всем как кайфово светится но кстати давать под разными углами попробуем приподнимем стол для того чтобы подсветить латунь мы решили использовать ленту ну вернее мы подумали надо бы использовать ленту с изменяемой цветовой температурой и у нас было два выбора лента тюни был white мы и сделали наверху а также лента dim to warm в чем у них разница лента dim to warm она меняет цветовую температуру от 1800 кельвинов до 3000 то есть от такого мягкого расслабленного света до такого режима комфортной бодрости это 3000 кельвинов а лента тюни был white она меняет свою цветовую температуру от 2700 кельвинов до 6000 кельвинов при этом dim to warm она меняет цветовую температуру в зависимости от и яркости то есть на минимальной яркости 1800 на максимальной 3000 а лента dim to а лента вернее тюни был white это она независимо то есть мы можем отдельно менять как и и световой поток так можем отдельно менять и цветовую температуру давайте посмотрим как светит лента dim to warm это лента dim to warm потребляет 14 с половиной ватт на метр и менять цветовую температуру от 1800 кельвинов до 3000 кельвинов посмотрите вот это у нас будет 3000 кельвинов а здесь у нас где-то 1800 причем на 100 процентной яркости лента выдает 3000 кельвинов что соответствует такой комфортной бодрости а при уменьшении уже примерно где-то с 30 40 процентов она начинает переходить в ярко выраженную теплую зону и приближается к 1800 кельвином это соответствует спокойной расслабленной комфортной обстановке это хорошо для ночного режима соответствует температуре пламени свечи ну и плюс материалы которые попадают в зону действия света светового пучка они меняют свой облик посмотрите как играет латунь при изменении а теперь давайте поиграемся с ленточкой тени был white лента тени был white позволяет изменять цепь теплоту света вне зависимости от его яркости то есть мы можем отдельно регулировать световой поток от ленты вот посмотрите сейчас уменьшаем яркость увеличиваем и отдельно можно будет регулировать цветовой температурой вот уменьшаем цветовую температуру увеличиваем мы планируем что это предоставит больше диапазон применения в сценариях но оказалось что при 2700 кельвинах изменения происходят не такие значительные как у ленточки dim to warm и а вот когда использовать интенсивный цвет и вот этот и вот эту цветовую температуру такую комфортную получается что она ну ну так хотелось бы еще немножко потеплее сделать но к сожалению диапазон у лент or light он не позволяет это реализовать надо использовать что-то другое либо светильники какие-то профессиональные типа форма lighting либо какую-то другую ленту тоже другого производителя но уже не китайского а уже откуда-то из европы вот так обратите внимание вот такой диапазон принципе имеет место тоже нормально но вот посмотрите мы сейчас включим dim to warm латунь и вы увидите насколько она теплее вот видите вот у нас вот этого теплая латунь по краям а наверху похолоднее вот так сейчас вот 1800 вот так здесь у нас расположены светильники от английского бренда ли брум тоже кстати ювелирно красивая не они у нас распространяют свет над колонками нашими любимыми focal а я от французского бренда и все это питается от а вы ресивера над он кстати вот здесь светильники ли брум поражает своим качеством ювелирная отделка стекла идеальная прозрачность идеальная полировка всех хромированных поверхностей ну от начала до конца светильники ну как украшение именно как декорация очень и очень красиво надо многофункциональным столом мы подвесили подводную лодку от немецкого бренда роберс вообще разместить ее на столом оказалось очень удачной идеей сразу понятно насколько она уникальна насколько она качественно сделана это такой кайфовый арт-объект а чтобы поиграть со светом мы пользуемся светильниками моторизованными от форма lighting это итальянский бренд который специализируется на профессиональном освещении а также является лидером как раз производстве моторизованных светильников то есть мы можем изменить цветовую температуру изменить направление светового пучка изменить его цвет изменить угол рассеивания вообще это очень круто давайте посмотрим что можно сделать моторизованными светильниками обратите внимание вот это светильник который вы сейчас видите на крупном плане это светильник от форма lighting еще раз повторюсь moto zero он уникальный он может как с одной стороны менять цветовую температуру так менять цвет интенсивность поворот и угол рассеивания пучка давайте посмотрим как что можно сделать с этой подводной лодкой и этим светильником поехали так сейчас я его вот так ведь и на об рубку у нас высветилась увеличим угол рассеивания и световой поток вот немножко отвлекает остальной свет давайте остальные светильники погасим погасим а вот она обратите внимание ну-ка если она будет таким красные тона уйдет но это один светильник так давайте мы сделаем вот такой рисунок как будто на на дне океана вот так сейчас уменьшим световой пучок вот так вот надо немножко включить лодку пускай она слегка пускай она немножечко будет светиться об вот так добавим я чуть-чуть жизни давайте теперь посмотрим можно ли с помощью еще дополнительного светильника что-то сделать интересное то сейчас я вот определил обратите внимание видите светильник который двигается второй вот я вот тоже сейчас возьму и направлен на лодочку вот так вот и подсвечу ярковато уменьшу яркость уменьшу вот она заиграла ну и прошлом от форма латинг тоже надо светильником чуть-чуть добавить интенсивности а то у нас ведь потерялся вот так вот вот такая у нас будет морская глубина вот так вот ну вот вот получается нас такой вот интерьер у нас лодка идет подсвечена как центральный элемент в вечернее время и мы еще добавили и красоты с помощью модернизованного светильника в принципе можно будет записать это в цену и если мы будем использовать светильники от форма латиф мод moto люкс про которые запоминают свое положение то можно создавать вообще абсолютно разнообразные световые картины с помощью вот таких новых технологий чтобы создать камерную обстановку в нашем шоуруме мы использовали в моторизованную штору и о самом главном чтобы этим всем можно было пользоваться мы создали несколько сценариев и настроили всю систему на касамби наша любимая система профессиональная беспроводного управления светом это выключатель касамби экспресс с помощью него мы будем управлять всеми сценариями в помещении и так по традиции левая верхняя кнопка это рабочий режим обратите внимание поверхность стала хорошо освещена светильники выставлены на определенную яркость для того чтобы избежать пересвета у нас в центре наш арт-объект это подводная лодка штора полностью открывает зона помещения полки подсвечены левая нижняя кнопка это вечерний режим штора закрывается яркость подводной лодки уменьшается светильники выставлены на уменьшенную яркость для того чтобы вызвать комфортную расслабленную атмосферу и она получилась правая верхняя кнопка традиционно у нас для помещений со шторами это будет управление шторой я нажимаю и шторы у нас поехала зачастую хочется отдельно иметь возможность управлять шторой чтобы она не была включена в сценариях включая максимальный режим правая нижняя кнопка все все светильники у нас на максимуме все везде работает светится этот режим для уборки либо для того чтобы проверить все ли у нас порядке когда много светильников когда они еще профессиональные бывает непонятно пока на него не посмотришь он работает или нет вот такой режим он позволяет все проконтролировать и эти же сценарии мы запрограммировали на остальные выключатели на выключатель фило сенсорный выключатель а также на выключатель от вимар автономный выключатель который располагается в розеточном блоке вимар настольном различном блоке автономный к сами выключатель от вимар он располагается в настольном розеточном блоке как видите блок не подключен к розетке поэтому розетки работать не будут а выключатель работать будет вот мы например поставим вечерний режим посмотреть как все поменялось но обратно активный кстати очень и очень удобно понятно его можно расположить где угодно сам потому что механизм который там внутри он очень маленький плоский к нему ничего никакого подвода не надо можно приклеить перекрутить куда угодно в едином дизайне вимар обратите внимание внизу стандартные коробки монтажные мы установили светильники от вимар а также датчик движения освещенность от вимар получается что когда освещенность достаточно то есть в активное время на движение реакции нет и включи и светильники вот эти не включаются а когда у нас освещенность недостаточно это вечернее ночное время то светильники начинают реагировать на движение и светильники горят обратите внимание сейчас помещение светло и светильники вот эти не светятся потому что датчик движения от вимар настрой имеет две регулировки 1 по уровню освещенности а вторая по по времени включения по времени задержки выключения и сейчас уровень освещенности поставлен такой чтобы при в свет то время этот датчик не срабатывал но сейчас я включу режим вечер такая комбинация датчика движения и светильника она очень удобно она позволяет настроить так например в каких-то зонах ну в проходных в коридорах в прихожих что когда основной свет горит и мы заходим в помещение датчик у нас не виде движения и светильники не срабатывают но как только наступит вечер мы везде все погасим у нас воцарится темнота то как только датчик движения почувствует движение даже полной темноте он зажжется и будет освещать дорогу очень удобное решение вот такое у нас получилось помещение а если вы хотите чтобы в ваших проектах использовались самые современные светильники самые современные технологии из области света и управлением ну а также какие-то интересные замороченные дизайнерские вещи сложные то обращайтесь к нам мы все сделаем от идеи до упощения